Плановая тренировка превратилась в настоящую операцию. Участники отряда «Примпоиск» получили сообщение «Пропал ребенок» и съехались на место сбора. И только трое координаторов в курсе. Все по нарожку. Пришла информация, что пропал 11-летний ребенок, который не ориентируется в городе. Для нас это учебный. Мы хотим проверить, как люди будут реагировать, как будут работать опытные поисковики, как будут работать новички. Ну и хотим посмотреть, как будет реагировать местное население на то, что пропал ребенок. На фото Даша – племянница одного из координаторов. Девочку с площадки увел мужчина. Тоже опытный поисковик. Парочка заранее начала привлекать к себе внимание. Гулять по магазинам, задавать прохожим вопросы. Но участники операции об этом не знают. И настроены как можно быстрее восстановить цепочку событий. Я являюсь школьным учителем. У меня большая нагрузка. У меня семья, муж, двое детей. Тем не менее, это дело моей жизни. Это такая отдушина, которая позволяет переключаться с одного на другое. И все равно находишь время. Не остаешься равнодушным. Потому что, ну, как можно пройти мимо, когда человек плачет, говорит, пожалуйста, помогите им. Ну, вы нам необходимы. Этот поиск еще и тестирование приложения «Оберег», которое доступно всем жителям России. Программа помогает отследить маршрут каждого участника поиска и грамотно скоординировать работу всех отрядов. Причем присоединиться к процессу может любой, кто зарегистрирован в системе. Если нужна помощь, на телефон придет оповещение. Это вот у нас двигаются люди вдоль гаражей. Они идут в реальном времени. Мы можем посмотреть, кто это. Человек может, не выходя из дома, помочь. То есть он может увидеть ориентировку, разослать информацию о сборе. Он может выйти в подъезд, сообщив по телефону, указанному в приложении, что я прошел подъезд. При этом координатор, который будет координировать поиск, он увидит, что какая-то Маша, например, вышла в своем доме, обошла подъезд, там будет записан трек. Туда уже можно не отправлять людей. Несколько групп поисковиков прочесали торговые центры и улицы. Частный сектор и лесной массив. Через два с половиной часа девочку нашли на Илюшиной сопке, где она якобы пряталась от обидчика. Как показал этот опыт, уссурийцы почти не обращают внимания на прохожих. Дашу и ее спутника не запомнили в парке и в магазинах. Но узнали в кафе и аптеке. А ведь школьники пропадают очень часто. За девять месяцев этого года в Приморье более двухсот раз объявляли реальные поиски детей и подростков.